Геннадий Владимирович, что вы думаете будет с похоронами Навального, тело отдали матери? Станет ли это причиной массовых митингов, протестов? Могут ли стать похороны Навального черным лебедем Путина? Ну, по данным нашей разведки, это насильственное лишение жизни, то есть это называется убийством Навального. Насильное лишение жизни. И он умер не от истощения, а от осознанного действия, которое называется умышленным убийством или расправой. Ну, я не буду сейчас спорить о полемике Певчиха и Буданова. Важно другое, что сейчас под давлением общественности, причем, я понимаю, общественность не только российская, но и зарубежная, тело Навального отдано матери. И, конечно, сейчас принимается решение о похоронах. Ну, до похорон в России положено людей там отпевать в церкви или там устраивать процедуру прощания. Будет же это черным лебедем для Путина? Наверное, будет, только не сегодня. То есть, вот я полагаю, и об этом говорил на Вильевском форуме, с которым я только что вчера ночью приехал, о том, что ратикализация протеста неизбежна. Вот, понимаете, есть, как бы, так сказать, какие-то определенные рубежи, вот эпохи, там, как говорится, до войны, после войны, до смерти Навального, после смерти Навального. Я предполагаю и прогнозирую, что будет радикализация протеста и от мирных акций относительно путинского режима сторонники Навального и все те сочувствующие, часть из них, безусловно, перейдет к активным действиям. И к этому надо быть готовы. Вот, вопрос там дальше, моральной поддержки, иной поддержки, юридической поддержки и так далее. Но мы должны с вами быть готовы. И в конечном итоге, я думаю, что смерть Навального будет отмщена. Вот, если мы говорим про эту, как черный лебедь, про смерть Алексея Навального, убийство его, которое произошло в тюрьме, осознанное убийство, разбитые на этапы, на подготовке, у нас сейчас есть уже данные, эти данные постоянно пополняются, вот эта мозаика, знаете, как пазл. Тут кусочек, тут кусочек, тут кусочек, и начинает складываться уже картина убийства Навального. Поэтому, я думаю, что это будет отмещение, вопрос только по времени, когда оно наступит. Я просто напоминаю, что царь Николай II в 1905 году, 9 января, расстрелял демонстрацию. И, как утверждают историки, их достаточно много, которые пришли примерно к одинаковым выводам, в этот момент царь потерял для народа сокральность. Потеряв для народа сокральность, он решился не только власти, но и в жизни, и была расстреляна, к сожалению, варварским образом вся его семья. Я не хотел бы, так сказать, там, какой-то крови, Путин виноват один, безусловно, я именно один из своей семьи, я против, там, переноса ответственности на детей, на внуков и так далее. Но я думаю, что смерть Навального будет Путина отмщена. «Видели ли вы заявление Патрушева, который в ответ на вопрос журналистки ответил, что самый интерес, у кого есть, чтобы лишить жизни Навального, был именно у Америки?» Псевдоамериканский след, почему нет расследования, нет наказанных со стороны государственной машины, и вовсе, и наоборот, Путин через три дня после смерти Навального, значит, повысил звание первого заместителя директора ФСИН, Валерия Бояренева, до генерала-полковника. То есть система сама себе начинает противоречить, сбоить, может быть, начнется короткое замыкание. Ну, короткое замыкание у них давно бы разошло, оно называется помешательство ума, оно наступило, они потеряли всякую адекватность и политическую, и моральную, и человеческую, и так далее, и тому подобное. Ну, все время так говорил Геббельс, всю войну, и до войны говорил Геббельс о том, что все происки в Германии, все там покушения и так далее, инспирированы Вашингтоном. Ну, собственно говоря, это говорят Айтолы, это говорил Эрдоган, когда там военный переворот был, ну и так далее. То есть есть, так сказать, страна, на которой принято всяким тиранам и упырям крылавым кизать, но это не что более, это просто как показатель, индикатор их слабости ума и исчерпанности аргументации. То есть понятно, что они убили, они специально его там прятали на месяц, посмотрели, какая будет реакция, они его специально там морили, чтобы организм был ослаблен, и в этот раз уже не промазать там с дозой яда, или что там они еще сделали. Ну, скорее всего, яд. Сейчас новые виды ядов есть, такого кумулятивного накапливающегося действия на типы диоксинов. Вот, и совершенно понятно, что эти все вот помутнения рассудка, они до добра их не доведут. Объяснение более чем глупое. Просто более чем глупое. Мы идем дальше. Сегодня 26-е уже, а буквально вот позавчера было 24 февраля, вторая годовщина широкомасштабного вторжения России в Украину. Эта тема, кстати, что интересно, не стала темой для новостных выпусков российских федеральных каналов. Вечером 24 февраля про годовщину войны не упоминалось ни в анонсах, ни в сюжетах итоговых выпусков на «Россия-1» на первом канале. В новостях рассказывали про Шойгу, про фронт, про, значит, американские санкции рассказывали, про смерть главы Верховного суда рассказывали. А вот про вторую годовщину, и даже про стычки фермеров с полицией в Париже, кстати, рассказывали. А вот про вторую годовщину широкомасштабного вторжения не упоминали. Геннадий Владимирович, потому что короткая, в кавычках, победоносная война не стала таковой, потому что Киев за три дня обернулся сотнями тысяч погибших россиян и более чем двумя годами кровопролитной войны? Ну да, конечно. Зачем войну упоминать, если они даже войну не называют? Это прием пропаганды. Замолчить то, о чем мне надо говорить, и опять чем-то, ну, как говорится, создавать информационный шум для того, чтобы главная тема не прозвучала. Даже комментировать-то нечего, собственно говоря. Одним словом, конечно. Окей, тогда к Вильнюс вернемся, из которого вы только вот прилетели. В Вильнюсе проходил форум «Свободная Россия». Главная тема – война в Украине. Участники критиковали запад. Зачем я рассказываю, если лучше расскажите вы, что происходило там. Вы были одним из участников. Расскажите, что было на форуме, какова его была цель, и каковы главные результаты, что ли, результаты работы, с чем вы вернулись из Вильнюса? Ну, на мой взгляд, это было, наверное, очень таким самым живым, самым таким дискуссионным заседанием этого форума. И самое главное, я там сейчас не буду говорить подробно о темах, это все можно взять и почитать, посмотреть. Безусловно, тема Украины, войны против Украины, которую развязал Путин, была доминирующей. Одной из доминирующих тем, которая шла по всем панелям, по всем дискуссиям, по всем участникам. Что я просто сказал бы в целом. Форум превращается в площадки для дискуссий, в политическую платформу. Появляется единодушие. Такого единодушия, которого не было раньше. Там было раньше, ну, кто-то влез, кто-то подроба, кто-то считал вариант оптимистический, кто-то пессимистический. Вот сейчас мы видим, что наступает гораздо сплоченность и единство. И вот на форуме это четко было продемонстрировано. Это первый момент, который хотелось бы отметить. Ну, были там представлены и украинцы, и в том числе один из депутатов Верховной войны. Рады, представители других организаций. Они получили возможность, трибуну, слово, возможность диалога, которого, к сожалению, как я говорю, нет. Между оппозициями России, между противниками, российскими противниками Путина и войны. Это тоже было. Форум принял решение создать вот такую политическую программу. Ну, решили, что мы в течение двух месяцев должны ее выработать. Как бы наше видение, какой должна стать Россия, каким образом это сделать, каким образом может произойти смена власти, что для этого необходимо сделать и так далее и тому подобное. Вот. Но это так в общем, да. А, честно говоря, на форуме был довольно-таки серьезный диалог с одним из депутатов Верховной Рады, и этого диалога не получилось, к сожалению. И мы видим, что, к сожалению, по крайней мере, значительная часть политического устава Украины не рассматривает россиян, тех, которые воюют с Путиным уже много лет, не рассматривает в качестве союзников. Вот это очень плохо, потому что мы видим, что те меры, которые приняты против путинского режима, они либо работают не так эффективно, как хотелось, либо работают даже наоборот, помогая Путину, не используя очень многие возможности ослабить режим, приблизить победу и так далее и тому подобное. Вот это вот тоже, к сожалению, особенно в последней части форума, это вот оно было совершенно таким заметным и очевидным. Это плохо. Поэтому мы думаем о том, как все-таки нам попытаться исправить эту проблему, но это не может быть дорогой с односторонним сбежением. Вот. Поэтому, честно говоря, немножко была такая вот... Осадок остался не очень. Вот именно от этой части дебатов. Они, конечно, прошли абсолютно корректно, абсолютно уважительно, но вот смысловое содержание, оно не оставляет никаких сомнений в абсолютной изолированности усилий Украины в борьбе с Путиным и огромной российской диаспоры, которая с Путиным боролась, борется и будет бороться до конца. Это вот из, может быть, минусов той дискуссии, которая состоялась на форуме. Там, конечно, было очень много всего полезного, важного и оценки, и политические взаимодействия с Западом. Там были представлены различные западные политики, общественные деятели. И действительно выковывается какой-то инструмент, какая-то платформа. Раньше такого не было. Это я прямо почувствовал вот на этом форуме, поскольку я не первый год принимаю участие в его работе. И вот на совещании Совет Форума и на самом форуме принято решение действительно сформировать вот эту картину не только будущего прекрасной России, будущего, о котором говорил Алексей Навальный, а вот еще многих шагов и действий, которые необходимо сейчас предпринять именно сейчас, для того, чтобы эта картинка из отдаленного туманного розового будущего превратилась в программу практических действий. Спасибо большое. В форуме, который проходил в Вильнюсе, приглашали ли вы к участию представителей ФБК или супругу Алексея Навального Юлия? Ну, супругу Алексея Навального мы не приглашали, потому что она сейчас занимается тем, что организует компанию, организовывала компанию. Новость о том, что все-таки тело выдали матери, пришла прямо на форуме. Она была, конечно, занята вот этим важнейшим вопросом, а представители ФБК были, безусловно. Они, может быть, не первые лица, но они были. Конечно, мы всегда приглашаем ФБК, всегда протягиваем руку к сотрудничеству, к взаимопомощи, к выработке общих стратегий и решений. У нас нет там принципиальных с ними никаких противоречий, поэтому мы надеемся, что сотрудничество это будет расширяться. И мы надеемся, что Юлия Навальная, которая сейчас подхватила знамя своего мужа, она проявит большую мудрость в организации вот такого взаимодействия со всеми группами российской оппозиции, со всеми командами, что, безусловно, должно помочь общему делу. Как думаете, какое будущее ждет Юлию Навальную? Получится ли у нее полноценно занять место, Алексей? Я думаю, что сейчас об этом... Я надеюсь, конечно, мы бы этого хотели. То есть мы бы этого хотели, мы на это надеемся, мы, как говорится, направили, так сказать, наши лучшие поддержки и предложений о взаимодействии. Мы сейчас понимаем, что у Юлии сейчас очень сложный, тяжелейший в человеческом плане такой период, потому что еще не состоялись похороны, еще не отданы, как говорится, почести, последней почести убитому Алексею Навальному. Ну, и вот сейчас, мне кажется, не то время, когда нужно какие-то проводить там консультации, переговоры, встречи. Мне кажется, что вот эмоциональный момент, который сейчас накален... Вот я был в Виннисе, там стихийный возник мемориал памяти Алексея Навального, недалеко прямо от центральной площади, кстати, в роднейшем форум. И там, конечно, мы тоже возложили цветы, и там стоят свечи. Причем мемориал стихийный, люди подходят, кладут цветы, и вот там такой небольшой памятник, монумент, крест, стоят портреты Алексея Навального, и все это превратилось в такой огромный монумент, уложенный, покрытый многими слоями цветов, свечей и так далее. То есть, люди реагируют на гибель, на убийство Алексея Навального очень живо. И вчера состоялся митинг, он в том числе, конечно, затрагивал этот ключевой момент в жизни российской диаспоры, в российской оппозиции, как вот убийство Алексея Навального. Ну, то есть, реакции, безусловно, людей есть. Мы ждем через какое-то время, наверное, вот этих консультаций, переговоров, совещаний вместе с Хлобака. Надеемся, что они придут к какому-то позитивному результату. Спасибо большое. Геннадий Владимирович, как думаете, откуда растут ноги про информацию о Приднестровье, якобы так называемом Приднестровье, якобы вот эти условные так называемые депутаты разных там советов хотят обратиться к Путину, к Российской Федерации и, мол, возьмите нас в состав РФ. РФ, и якобы Путин даже должен 29-го, то есть завтра, получается, ой, завтра, через три дня, в своем обращении к Федеральному собранию должен, мол, дать задачу подготовить все документы для вступления так называемых Приднестровья в состав Российской Федерации. Вчера Зеленский сказал, что по его информации это не соответствует действительности, да, собственно, и сама реакция Молдовы, такая умеренная, как бы тоже подтверждает, что они ни к чему подобному, к эскалации какой-то не готовы. Но, если звезды зажигаются, это кому-нибудь нужно, на ваш взгляд, кому нужны вот эти движения вокруг Приднестровья, так называемые? Конечно, к кремлевскому режиму, Путину, это создает нервозность, это создает элемент давления психологического, это, как бы, так сказать, доставляет задуматься о дальнейших планах Путина. И мы видим, что эти планы заключаются в продолжении войны по всем фронтам, по всем фронтам возможным и по сильным Путину. Молдову является уязвимой точкой, давайте там по-честному говорить. Да, там есть серьезные проблемы, которые Путин пока не решить не может, это логистика армейская. То есть на какой-то широкомасштабной военной операции они пока решиться не могут, поскольку, а как? Молдова это страна, которая находится между Румынией и Украиной, совершенно недружественными. Владимира Путина и пройти эти страны, поставив туда боеприпасы, перебросив людей, подразделения практически невозможно. Тем не менее, это не означает, что нужно успокоиться и снестатить и смотреть на эту проблему. Существует сейчас масса форм ведения войн, дестабилизации страны, помимо прямого широкомасштабного военного торжения, На так называемые гибридные войны, провокации, нагнетание напряженности, перестрелки и прочее, прочее, прочее. Все эти вещи, они доступны Путину, чтобы мы там не говорили. И поэтому здесь расслабляться нельзя. Нужно понимать, что путинский режим не остановится. Он будет продолжать войны, он будет продолжать провокацию, он будет поддерживать террористов всех стран мира и народов. И гадить там, где только можно нагадить человечество. Вот исходя из этой логики, мы можем с вами смело делать вывод о том, что положение в Молдове может быть дестабилизированное и причем очень серьезное. Война это такая штука, которая имеет очень много форм и проявлений. Не так давно Молдова отказалась от термина «молдовский язык» в пользу «румынский язык». Как думаете, является ли это первым шагом к возможному слиянию с Румындией? Ну, это очень сложный вопрос. Я не такой большой узнаток внутренней политики Молдовы, и тем более Румынии. Я думаю, что может идти просто движение Молдовы в Европу, оно может идти через интеграцию, глубокую интеграцию в своих взаимоотношениях с соседней Румынией, тем более язык-то один и тот же по большому счету. Поэтому о слиянии, я думаю, сейчас речь не идет, по крайней мере, в ближайшее время. Но о глубокой интеграции, думаю, что да. Мне кажется, и Румыния пока так вопрос не ставит о том, что давайте там сливайтесь с нами, будем одной страной. Мне кажется, что Румыния занимает достаточно, так сказать, прагматическую позицию. Понимая, что путь к глубокому сотрудничеству, он уже очевиден, продеваться мне в конкурсе, извините, Украина и Румыния, вот что хочешь выбирай, а лучше выбирать две страны, да, и Румыния, и Украина. Ну, а поэтому получается, что, в общем-то, Молдова как раз и является той частью Европы, которая должна в ней остаться и должна быть ее составляющим элементом. Поэтому, думаю, что это вопрос может быть какого-то будущего, но это не так важно сейчас. Важно, что Путин сейчас не начал широкомасштабные или не очень широкомасштабные террористические какие-то гибридные действия против Молдова. Это очень важно. Пока у меня такие возможности есть, пока есть авиационные сообщения, да много чего есть еще того, о чем стоит пока задуматься и где стоит проявить определенную бдительность. Вы говорите, не так глубоко погружены в румынскую политику, но тогда я перейду к Болгарии. Знаю, что о Болгарии вы знаете намного больше. Чуть-чуть, чуть-чуть больше, да. Ну, хорошо, чуть-чуть больше. Сегодня утром, буквально сегодня утром в Киев прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией. Каковы перспективы отношений Украина-Болгарии? Понимаете, там идет борьба за Болгарией, борьба внутри Болгарии. Что там скрывать? Президент Радьев стал президентом благодаря генералу-решетнику, генералу своей России. Ну, так получилось. Я не хочу сказать, что он, конечно, полностью прокромневский. Но его действия, видимо, он очень сильно обязан действующему путинскому режиму, поскольку постоянно ставит палки в колеса помощи Болгарии и ее сотрудничества с Украиной. По всем направлениям. Абсолютно откадровок вопросов, начиная формирование политического и дипломатического корпуса и кончая попыткой наложить вето на поставки оружия. И вот те силы, которые антиукраинские, они, конечно, блокируются вокруг президента Радьева, хотим мы, то не хотим. Но власть Болгарии все-таки основная. Да, президент Радьев долгое время руководил страной, реально руководил страной, как премьер-министр в условиях политического кризиса, неспособности Болгарии выработать единое, сформировать единое правительство. Оно сейчас сделано, но вот Николай Денков, который приезжает сейчас в Киев, это уходящий премьер-министр через несколько дней, ну, в марте, да. В марте произойдет ротация. У них сейчас там придумано ротационное правительство, чтобы власть все-таки оставалась за парламентом, за правящей коалицией, а не за президентом. Они поэтому даже пошли, не сумев договориться о прочном правительстве, а пошли на формирование вот такого уникального ротационного правительства, которое будет меняться в руководстве каждые 9 месяцев. Ну, оно будет сохранить преемственность, но тем не менее. И поэтому сейчас в Болгарии ожидает смены правительства. Правительство пытается противостоять всем этим негативным трендам внутри Болгарии, занимает позицию про-безусловно европейскую, анти-путинскую. Рейтинг Путина в Болгарии рухнул, хотя он был там чудовищный. Кто-то превышал рейтинг своих политических руководителей, он был 60 с лишним процентов до войны. Сейчас, я думаю, его, ну, думаю, из того, что я слышал, знаю, упал значительно ниже 20, но можете представить, что если руководитель чужой страны имеет рейтинг там 20-17 процентов, это огромный, так сказать, ресурс политический, который путинский режим в Болгарии пытается использовать по полной, но там есть и партии и так далее. Почему я это все говорю? Для руководителя чрезвычайно важна позиция Болгарии. Это не только сосед, это страна, через которую идет определенный тип вооружения, страна, которая производит боеприпасы, это страна, которая контролирует определенную часть Черного моря. Это много чего там, от Болгарии много чего зависит на транспортных путях и так далее и тому подобное. И я бы рекомендовал, рекомендовал бы политическому степени Украины повнимательнее относиться к событиям в Болгарии. Ну, например, там, помочь с новым назначением правильного посла. Там есть хорошая кандидатура, которая не назначается как раз из-за противодействия людей с концентрированных вокруг президента Болгарии. Поэтому до сих пор, по-моему, если я память не изменяю, до сих пор нет в Киеве посла Болгарии. Хотя правительство определилось с кандидатурой, и вот эту кандидатуру надо было правительственную поддержать, иначе там могут быть направлены такие люди, которые только повредят болгарскому сотрудничеству, которое, по-черкому, в военном, в политическом смысле, в логистическом смысле очень важно. Но это так, коротко, вот так есть о болгарской политике, из того, что я знаю из далека вот так. Уважаемые зрители, прямо сейчас еще раз настоятельно попрошу вас нажать кнопку «Лайк нравится», для того, чтобы нас становилось больше. Игорь Владимирович, есть еще время, несколько минут? Да, давайте. Дональд Трамп победил на праймере с республиканской партией в штате Южная Каролина. По данным CNN, Трамп набрал 59,8%, а его единственная соперница в гонке за движение на президентские выборы от республиканцев Ники Хейли получила 39,5%. То есть, по сути, 60 против 40%. Южная Каролина, стоит отметить, это родной штат Ники Хейли. В 2011-2017 годах она была губернатором этого штата. После этого, во время президентства Трампа, она два года занимала должность постоянного представителя США при ООН. Хейли поздравила Трампа с победой на праймере, заявив, что не собирается выходить из дальнейшей гонки. Геннадий Владимирович, насколько вероятно, что не Трамп, на ваш взгляд, будет представлять республиканцев на выборах в ноябре этого года, на президентских выборах в США? И если все-таки Трамп, то какие могут быть перспективы результатов выборов и в дальнейшем для Украины? Ну, вот смотрите, я тут вынужден буду ссылаться на более компетентное и глубокое понимание ситуации страны Гарри Каспарова. Да, мы с ним как раз вот тему обсуждали на форуме, и в кулуарах, в том числе, довольно подробно. И он знает американскую политику как бы не понаслышке. И поэтому он говорит, что для Ники Хельни, он еще говорил до вот этого результата в праймере, важно набрать 40%. Тогда она остается в игре, тогда она остается вот в этом пуле, в этой обойме, и неизвестно еще, что может там до ноября произойти. Ники Хельни, давайте так скажем, по-честному, ей удалось их 40% взять. И это для нее хороший результат, поскольку он для нее сохраняет вот эту возможность участка гонки, сохраняет интригу. А там посмотрим. Там посмотрим. Что касается прихода Трампа к власти, ну, давайте так, конечно, там можно сейчас всякие рассказывать ужастики, что Трамп там придет и сдаст Украину. Ну, понимаете, в Америке президент первый среди равных. Первый среди равных. Это не Путин, который там может развернуть Россию в любую сторону, начать войну, взять на себя ответственность за разрушение страны и так далее и тому подобное. Там в Америке существует система сдерживания противовеса, check and balance. Систем там мы это не придумали, а это придумано еще было до нас, западным миром. Вот эта система сдерживает противовес. Есть и Конгресс, и Сенат, есть суд, есть гражданское общество, есть решения внутриполитических, так сказать, нестеблишментов и так далее. То есть там не так все однозначно, как нам представляется с учетом нашего исторического прочего общего. Поэтому я думаю, что там катастрофа не произойдет, даже если Трампа победит. Но еще давайте так, бабушка на двой сказал, потому что и не Тихель может оказаться во главе гонки, и может оказаться кто-то из новых демократов. Мы это тоже прекрасно понимаем. Я бы сейчас не стал так делом далеко идущие выводы, но надо хотя бы до июня подождать.